Всем привет! Здравствуйте, товарищи! Михаил Васильевич, рад видеть. Взаимно. О чем сегодня поговорим? Вот вышла книга, называется «Пенсионная реформа и рабочее время». Точно, я же в ней участвовал даже немножко. Да, я думаю, что она вам знакома, поскольку вы один из главных авторов-савторов. Вот, значит, авторы здесь такие – Дмитрий Юрьевич Пучков, Михаил Попов, Клим Жуков и Александр Золотов. Александр Золотов – это доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методологии Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Но специалист как раз по рабочему времени, по свободному времени и по профсоюзам. У него есть книга «Профсоюзное движение России». Вот это из современных книг, можно сказать, единственная и самая хорошая. Вот мы в таком составе эту книгу сделали и хотим вам ее представить Галинию Александровичу. Значит, книга вышла вот-вот, подписана 13 декабря. Книга очень актуальная, поскольку она затрагивает наши актуальные проблемы, а именно, так сказать, саму эту пенсионную реформу, по поводу которой народ теперь не успокоится долго. И при приближении к возрасту пенсионному, наверное, он будет хорошо вспоминать тех, кто это сделал. Это раз. Ну вот, у нас тут совет был. Мы посоветовали Дмитрию Анатольевичу подать в отставку. Это будет честно, хорошо и понятно. Это написано на странице 68. А подписано 13 декабря в печати. Так что мы тоже очень честно и прямо сказали, что вот если вы такие вещи продвигаете, то вам делать нельзя. Не потому, что вы, так сказать, не в разном правительстве, потому что дальше вы уже не сможете управлять. Потому, что народ вас будет не просто не любить, он будет ненавидеть. И теперь уже, куда его не переставляй, вот его переставит в совет безопасности. Для него безопасности не будет. Он должен с охраной ходить, потому что есть люди, которым никогда это не простят. А Владимир Владимирович, это же он все поддержал. Владимир Владимирович, как всегда бывает, он же как бы второй, то есть он выше, он пожертвовал фигурой. Понятно. Я даже в шахматном кружке в школе занимался. Надо пожертвовать. Надо пожертвовать. Но играет не Дмитрий Анатольевич во все это дело, а Владимир Владимирович продолжает играть. Играет у нас буржуазия. Ну, я имею в виду из тех, кого мы можем поименно обозначить. Но кто кому подчиняется? Вот Путин подчиняется буржуазии или буржуазии подчиняется Путину? Вполне очевидно, Путин буржуазии, потому что иначе это была бы не буржуазная общественно-экономическая формация, а путинская общественно-экономическая формация. Она буржуазия. Это во-первых. А во-вторых, наша буржуазия, как известно, не прогрессивная. Почему? Потому что прогрессивная была когда буржуазия? В 18 веке она была. Да-да-да. Кто там были? Значит, из купцов, из инженеров, из изобретателей, из каких-то очень умных людей шли люди и становились организаторами производства, создавали предприятия. А эти чего? Они только разрушают же. Ну, что они такое создали? А если что и создали, вот, скажем, средства радиоэлектронной борьбы сейчас создали, Дмитрий Анатольевич успел это записать в разряд тех, которые надо срочно приватизировать. А значит, они окажутся через некоторое время в распоряжении наших... Партнёров геополитических. Партнёров, я уж... Как уж они здорово говорят, раньше это были противники, а теперь они называются почему-то партнёрами. Раньше во всех боевых расписаниях был такой термин – наиболее вероятный противник, а теперь наиболее вероятный партнёр. Партнёр вооружённый. Да, наиболее вероятный вооружённый партнёр. Для полного уничтожения другого партнёра. А другой партнёр вооружён для полного уничтожения первого партнёра. И вот они поэтому партнёры. Ну вот, значит, что произошло? Сейчас уже прошло некоторое время, и мы можем сказать, что вот та проблема, которой посвящена эта книга, она не стала неактуальной, а наоборот, эта актуальность растёт. Некоторые товарищи уже, которые думали только-только выходить на пенсию, вот по ним пришёлся первый удар. Вот вчера они ещё думали, что всё, заканчиваю и иду. А теперь говорят, дорогой товарищ, ещё пять лет. Будьте любезны. Представляете, какой удар? По здоровью, по жизни, по всему. Это первые люди, они сейчас пошли такие. Потом будет второй слой, потом третий. То есть, это вот эти пять лет, которые... Ну, оно же не кончится никогда теперь, естественно. Потому что как только ты будешь поступать в определённый возраст, тебе как раз будет некое напоминание материальное, что, дорогой товарищ... И причём не просто напоминание материальное, а просто, так сказать, ну как бы ещё эту социальную напряжённость будут люди, так сказать, поднимать. Вот, то есть, как построена эта реформа, что вот с каждым шагом, с каждым годом, в этом смысле социальное напряжение по отношению к тем, и враждах по отношению к тем, кто придумал такую реформу, она будет только возрастать. Вот, это раз. Во-вторых, я думаю, что сейчас, по стечению времени, стало ясно, что кто в этом участвовал. В этом участвовали не только вот эти два человека, участвовали и все депутаты Госдумы. Почему? А потому что против никто не проголосовал. Ну, за редким исключением. Нет, это ещё, мне кажется, вы ещё это мягко сказали. Они, никто, ни из них не выделил другой законопроект. Ну, вот они бы сделали законопроект, что пенсия будет... 45 лет. Да, или на 100 рублей больше. Ну, хоть какой-нибудь законопроект в альтернативу. Почему? Потому что существует такой порядок в Федеральном собрании Российской Федерации и вообще в принятии законов. Сначала в Думу должны поступить законопроекты. Вот их поступает несколько, допустим, 5 или 7, или 6, или 100. Они обсуждаются. Они обсуждаются, и голосование идёт за то, первое голосование, какой проект принять за основу. Значит так, от КПРФ ни один не поступил, и ни одного депутата в КПРФ. Там же не так, что КПРФ и имеет право законодательной инициативы. Там каждый депутат имеет право законодательной инициативы. Вот вы не имеете, я не имею права. Я должен искать депутата, чтобы он внёс. А обычные граждане, они не имеют права. Правительство не имеет права, члены правительства не имеют права, председатель не имеет, а правительство в целом может от себя. Президент имеет право. Но в данном случае оказался единственный субъект, который внёс. Это правительство в полном составе, во главе с Медведевым. Это уже сговорившись по сговору, можно сказать так. Вот он, значит, он внёс. Хорошо, вот выступал Жириновский. Просто огнём всё, вот так выступал. Гнусная реформа такая. А что же вы не гнусную-то не предложили? Предложение. Самое главное, что ЛДПР, как обычно, всё раскритиковало, а потом в полном составе проголосовало за... Это уже не первый год так происходит. Это уже не первый год, но факт состоится фактом, что они поддержали этот законопроект. То есть, чем они поддержали? Тем, что не выдвинули другой. Так, а выступали представители «Справедливой России». Очень справедливой. Хорошо, как Миронов хорошо выступал. Я тоже заслушаюсь. Как он всё правильно? Ну, вот он, Миронов, да что, не в состоянии проекта предложить пенсионной реформы другой, который лучше, чем... Если такой плохой проект у Медведева, то почему вы не можете хороший от Миронова или хороший от ЛДПР? А Зюганов чего? Вы же, считайте, себя позиционируете как защитники якобы народа. Какие же вы защитники, если вы в защиту народа? Никакого законопроекта. Ни один депутат не внёс. Ни один. Их там много. Целая толпа. Поэтому это, можно сказать, не просто отдельные люди. Это все четыре партии в полном составе. И каждый из них ещё и в отдельности. Ни один не внёс законопроект против этого законопроекта. Это поэтому единый сговор от всей этой верхушки власти. То есть, вся эта власть продемонстрировала тем людям, которые не поняли, что у нас капитализм. Причём какой капитализм? Реакционный такой капитализм. Тёмный. Почему? Потому что вот тот анализ, который здесь содержится, в этой книге и цифры, которые здесь содержатся, однозначно говорят о следующем. Что Россия среди крупных государств была на первом месте по числу часов проработанных, трудовых часов проработанных до выхода на пенсию. На первом месте. Больше, чем Германия и больше, чем Франция. После реформы, естественно, она так далеко ушла. То есть, мы теперь безоговорочный лидер. Мы лидеры в этой... То есть, как какая-нибудь дрянь, то тут мы безоговорочный лидер. Вот как темпы роста, так мы не лидеры. Как сокращение дня и рабочей недели, так мы не лидеры. А как только удлинить время труда и лишить родителей помощи бабушек и дедушек. То есть, бабушки и дедушки, которые пять лет могли с внуками сидеть, их как бы во многом на себя брать. Да, это помощь, которая гораздо больше, чем этот самый так называемый материнский капитал. Потому что материнский капитал, это куда поступают деньги? В банк, естественно, а не маме же. А проценты будут у кого, следовательно? В банке будут проценты. А маме почему нет? Если это материнский капитал, так что же тогда ей проценты не дают, если не материнский? Объясните мне, я не понимаю тогда, какой же он материнский. То есть, это хитрое название для того, чтобы под таким соусом давать деньги банкам. А эти деньги для банков, конечно, хороши, потому что они там сразу собираются для всех матерей. А для матерей, ну что можно на эту сумму, какую-нибудь квартиру можно купить? Да, господи, при чём тут квартира? Если мы говорили сейчас о бабушках и дедушках, которые с внуками сидели, ну давайте, сколько стоит хоть сколько-нибудь, хоть приблизительно толковая сиделка для ребёнка в месяц. Ну, каждый день, наверное, платить надо не меньше тысячи, правильно? Ну, это две. Две? Две. Это вот такой вот порог. У меня старый совершенно, я ещё когда у меня няня была, мы ей платили тысячу. Ну, вот две – это нижний порог того, что вообще имеет смысл говорить. И вот, значит, получается 60 тысяч в месяц. Десять месяцев, 600, всё? 600 тысяч, да, а тут про пять лет речь была только что. Ну, в смысле того, что нам же на пять лет бабушек и дедушек аннигилировали. На пять. Значит, пять на двенадцать – это получается 60, правильно? Вот спрашивается, значит, рабочее время не сокращается, кто будет забирать детей из школы? Ну, кто будет забирать детей из школы? Вот у меня рядом та школа, в которой были мои дети, вот, я вижу, туда подъезжают машины и прямо стоят вот прямо вокруг этих машин, это вот люди богатые с машинами. Сразу раз они выскакивают, захватывают их и вывозят. Остальные, ну, как хотите. А как, если нет бабушек, дедушек? А что, а кто отпустит с работы? Кто сейчас отпускает с работы? Сейчас же ведь как пытаются? Пытаются сделать так, как вот работают китайские программисты. Они работают по системе 9-9-6. 9 утра начинаем. В 9 вечера заканчиваем, и так 6 дней. 9-9-9-7. Это еще неплохо. Это неплохо. В Корее хуже в Южной. Заметно. Там у них 16-7. Вот. Значит, вот мы по сравнению с Кореей еще выигрываем. А вот по отношению к тем государствам, которые в Европе, там и в Америке, Европе и прочее, мы тут никак дальше. То есть, мы в большой уходим отрыв. И все это в часах представлено. Причем, ну, казалось бы, что тут непонятного? Если вы собираетесь сделать реформу, ну, якобы, в интересах трудящихся, ну, вы посчитайте. Мы считаем рабочий день. Понятно. В среднем 8. Ну, нормальный. Ненормальный знаем, что 48 у нас. Обычный уже стал. Если, значит, это неделя нормальный, 40 часов, умножаем на год с учетом того, что отпуск есть. Все недели берем неотпускные. Потом все время до пенсии получаем вот эту величину. И складываем. И оказывается, у нас больше, чем у Германии, у Франции. И вдруг мы делаем такой рыбок. С чего? Можно сказать, с чего? С того, что у нас рыбок в экономике. Куда? Так, никуда. У нас в экономике нет движения вперед. При этом миллиардеров количество растет, миллионеров количество растет, базнословно. А у трудящихся понижение жизненного уровня ежегодно в течение 6 лет подряд. Да? Так точно. То есть, в течение 6 лет подряд понижается реальное содержание заработной платы. И что тогда решают делать вырождение? Они же еще к этой реформе ухудшить тогда положение рабочих, ухудшить, еще удлинить. Это рабочее время, пусть работает в бесконечности. К чему это приводит? К тому, что если, скажем, 20% умирало, не доживая до пенсии, 40% будет умирать раньше. Это экономия. Гораздо лучше. Раз экономия, значит, вот освобождаются деньги. Деньги освобождаются, потому что кто до такого времени не дожил, его деньги. Это же не то, что переходят родственникам или кому. Нет. Они просто остаются для уплаты пенсии остальным. Или для того, чтобы вот сейчас забрали... Давайте посчитаем, сколько забрали у людей, у каждого, кто должен выходить на пенсию. Значит, пенсия у нас в среднем 14 тысяч. Пять лет, по 12 месяцев, это 60. 60 на 14, 840 тысяч. 840 тысяч забрали. Биллион. Ну, пусть 8... Ну, забрали меньше. 840. А материнский капитал 600. И его будут давать некоторым. А вы забрали у всех. Это же за второго 600. За первого 450. Нет, это за второго, если два. А за первого не дают, а просто начинают туда... А, ну да. Ничего не дают. Нет, ну я имею в виду, что подразумевается. Всего получится 600, а тут 840 забрали. У кого? И у мамы этой забрали, и у папы забрали, у бабушки выйдет. У всех забрали по 840. У всей семьи. Ну, хорошо, у родителей забрали 2 по 840, это 1680. Миллион 680. Забрали и дали 600. Так откуда вы дали? То есть, вы дали, забрали больше, чем дали. Это что называется? Забота? Какая у вас забота? То есть, вот я думаю, что какой вывод... Мы его и раньше, так сказать, как-то формулировали. Но как-то нам не удавалось переубедить. И тут взялся переубеждать Дмитрий Анатольевич. Очень убедительно. То есть, кто не понял, что при диктатуре буржуазии вашу жизнь будут ухудшать, если вы сами о себе коллективно не позаботитесь. Мы об этом говорили. Если вы не будете выставлять требования, если вы не будете свои профсоюзы или профсоюзы превращать в свои, кого надо там, кто не отвечает, переизбирать надо, создавать другие профсоюзы. Если не будете выставлять требования и бастовать, что разрешено законом, и Конституция, ничего это не трогается в Конституции, право на забастовку. Почему? Ну, потому что это на самом деле отличает буржуазное общество и буржуазное государство от феодалов, от феодализма. Потому что при феодализме, если я у вас крестьянин, что я должен на вас работать. Там бастовать-то не очень даже возможно. А вы у меня заберёте кусочек земли, который не мой, а я на нём что-то выращиваю, и благодаря этому содержу свою семью, а вы у меня его заберёте, и продадите другому. Бастовать при феодализме практически невозможно по той простой причине, что при феодализме не может быть безработица. А значит и сама идея забастовки, она в общем... Нет, только отберут тебя. Отберут. Отберут, значит, что у нас феодал неправпригодный. Я к другому уйду. Нет, к другому вы не уйдёте. Если он отберёт кусок земли, так всё, я же без земли. А крестьянин при феодализме к земле прикреплён. А он вас без земли может продать. Он вас может продать без земли, без жены, без семьи. Ну, это когда как? Это в Российской империи такое было на излёте нашего феодализма при Екатерине. От Петра I, условно говоря, до Екатерины II. А где-нибудь в хорошей Франции такого не было вообще. Так мы не фаворием. Нельзя было никого... Ну, тогда до Петра I посмотрим, тоже нельзя было. Категорически запрещено было продавать крестьян без земли. Ну, потом же разрешили. Ну, ненадолго, да. То есть, лучше стало? Стало гораздо хуже. Лучше стало старику, реже стал дышать. Да. Поэтому продолжается эта штука. То есть, вот люди, скажем, не понимали. Они ещё слушали то, что это... Сначала рассказывали, что у нас просто другой социализм. Какой-то такой демократический, с человеческим лицом. Эти все сказки горбачёвские долго-долго работали. Потом пришёл Ельцин и показал, что, так сказать, стреляем из танковых орудий по Белому дому. То есть, это фашизм. Какой? А своей буржуазии ещё толком нету. Значит, американский во многом. Ну, с опорой на, так сказать, многообразующиеся буржуазии. Уже 93-й год, так сказать, уже были. Уже был коллективный буржуа в рамках государственного сектора. Корпоративный. И были отдельные капиталисты, которые уже приватизировали. Но так вот основная масса старается держаться гурбой, кучно. Потому что иначе съедят, в том числе и военным путём. Поэтому не очень-то торопятся дальше выходить, потому что не получается. А мелкая буржуазия, понятно, что её капитализм крупно и губит, а поддерживает только Медведев один. А как он её поддерживает? Словесно в основном. Словесно, конечно. И смехом. Как у нас поддерживали, например, в Санкт-Петербурге мелкий бизнес. Помните, ларёшки были у каждой станции, установки трамвая? Да, и всё и в переходах. Да, взяли болгарки и всех распилили в один прекрасный момент. А потом в Москве взяли то же самое. Взяли, притащили технику. И несмотря на всякие там бумажки, которые выдавали, что у вас есть право там на то, чтобы держать палатку и так далее, всё это тоже, всё уничтожили. И всё. А что поддержка, это примерно так, как берут, вот, значит, когда топят так вот туда, а потом его вытаскивают немножко и опять туда. Вот это называется поддержка. Поддерживают. Вот. Поэтому, если продолжается ухудшение жизненного уровня трудящихся, то все должны были убедиться, что при капитализме действует то, что Маркс писал. Закон абсолютного обнищения. Причём мне говорят, как это абсолютно? А вот тут это лучше, это лучше. Ну, и лучше во всех странах, лучше бывает только если в результате забастовочной борьбы. А чтобы кто-нибудь вот так вот сам вдруг повысил, такого не бывает. Нет, ну, бывает исключение в том смысле, что если вдруг по какой-то причине страна резко забогатела настолько, что вдруг можно откинуть что-то своим работягам, то такое бывает. Вот, например, страна Норвегии. Это была самая нищая страна в Европе из капиталистических. Самая нищая. Там беднее Греции. Всё что угодно. Но вдруг там какой-то там в 72-й год находит нефть нашедшей, причём одно из богатейших месторождений в мире. Ну, и чего? Это Норвегия, она вот размером по численности населения с Ленинградской области. Там каждому роботяге, который в Норвегии имеет место, появилась возможность платить тут условно. Не 100 крон, а 500 крон. И он что, сразу в 5 раз лучше стало. То есть, буржуазии там бывают. Там в этих странах, вот этих северных, Норвегия, Дания, Швеция. Вот в этих странах пришли социалисты. Социалисты кто такие? Это такие буржуазные партии, которые всё-таки стараются держать не такой многократный разрыв в доходах, а малократный. Всего лишь 4-5 раз, а у нас 100, 200 и так далее, и больше. То есть, нет границ. Поэтому там иногда это бывает. Просто появилось вдруг внезапно, по независимым от норвежцам причин, откуда эти барышцы взять. У нас пока была сверхвысокая цена на нефть, условно, года 2008. Даже и, в общем-то, рабочие не могли сказать, что им прямо уж совсем ужасно жилось. А нам сейчас рассказали, что если нефть продаёшь, и получаешь большие деньги, их нельзя в российскую экономику вкладывать. Ну это тогда уж сказали, что нельзя. Ну просто так получалось, что вот там 115, что ли, было за баррель, я не помню, или 116 максимальная цена. И вот оказалось, что с этой просто какой-то астрономического калибра струи денег, которая стала поступать за продажу нефти и газа, связанного с ним, оказалось, что можно, т.е. не можно, а обязательно нужно нанимать себе не одного водителя, а трёх водителей, значит, чтобы ходить не в один театр и два кинотеатра, а в пять театров и шесть кинотеатров, и туда везде сразу потребовались какие-то работники, плюс там тебе нужен не один бухгалтер, а четыре бухгалтера. И сразу у нас занятость выросла, зарплаты выросли, покупательная способность выросла, но опять же, это от нас зависит этот астрономический объём денег. Да, и всё равно эхидные люди говорят, что у вас хоть даже 200 квартир или 200 домов, а спать будете всё равно в одном. В одном, естественно, да. Поэтому как ни старайся, и умрёте вы один раз, и долго не проживёте, и если уж брать сколько живут у нас богатые, сферобогатые, то очень опасная жизнь, друг друга они это зарежут. Да даже и без этого, вот у меня мой хороший знакомый в одной школе мы обучались, и летом у 42 сейчас, как и мне, работает в нашем национальном достоянии 42 года, три инфаркта уже было, никто в него не стрелял, упаси господи, просто такая нервная работа, что вот, посмотрите, это же раз в жизни в 42 года три инфаркта. Вот, так что, как мы понимаем, в связи с этим примером по Нарвегии, то есть есть примеры исключающие, которые подкрепляют правила, а правила состоит, почему говорит, вот когда говорит Маркс закон абсолютно, закон же тоже есть закон, а есть явление. Естественно. А явление и закон могут противоречить. Потому, что закон спокойный в явлении. Да, закон это спокойный в явлении. Вот идёт, идёт, идёт обнищание. А какой, если график рисовать, я в своё время преподавал на экономическом факультете, на математико-механическом факультете, я рисовал студентам. График очень простой. Значит, вот система координат, и идёт вот такая снижающая кривая, потом вдруг забастовка. Или общая, или много забастовок. Подъём. Потом, как после подъёма, что инфляция же всё время идёт. Особенно после того, как Кейнс предложил госрегулирование, элементом госрегулирования стала инфляция. А что делает инфляция? Она спокойно понижает жизненный уровень, поскольку реальное содержание зарплаты всё время падает. Вот такой. А потом опять скачок, потому что забастовка. Потому что забастовки – это не экономическое явление. Даже экономические забастовки – это политическое явление. Хотя они вроде по экономическим делам. И поэтому, как называется такой график? Это называется функция кусочная непрерывная, убывающая в каждой точке. Кусочная непрерывная? Ну да. Вот она непрерывная, потом забастовка. Опять непрерывная на этом куске до забастовки. Мне просто слово «кусочно» не понравилось. Может, частично непрерывное? Так называть. Кусочно-непрерывная функция, убывающая в каждой точке. Она непрерывная, нету разрыва. А вот на этом куске непрерывная, потом раз – разрыв опять. И везде убывающая, в любой точке. Только вот с разных точек. А в итоге вот эта точка верхняя может оказаться выше, чем вот та, которая была в начале. Но не из-за закона абсолютное обничание, а из-за забастовок. Поэтому можем мы сказать гражданам трудящихся, если вы хотите повышать себе жизненный уровень, и думаете, что кто-то еще, кроме вас, заинтересован в том, чтобы вам повышать жизненный уровень, то вам, граждане, представители правящего класса, в лице премьера, президента, думы, и нижней палаты, и верхней палаты, и вся эта публика, которая пропагандирует... Вся королевская рать. Вам объяснили популярно, понятно для каждого самого, можно сказать, темного трудящегося, что Бурразия вам готовит и постоянно планирует новые ухудшения. Причем что-то открыто, а что-то за ширмой. Например, одновременно с этим же эти самые повысили НДС. А что такое повышение НДС? Это вообще не связано с трудом. Это налог на довольный. А если вы туда всунули в цену еще 20% от того, что вы делали, затратили, значит, вы цену повысили. Повышение цен тормозит экономическое развитие. Потом вам вернули эти деньги фирме. Это еще попробуй верни. Нет, если вы фирмач, вам еще могут вернуть. Какие-то попробуй, еще верни. Потому, что так просто они не вернут еще ко всему прочему. Это у меня товарищи, которые давно в бизнесе говорят, что это самая коррупционно емкая тема в налог на благословение. У меня мои товарищи, с которыми я беседовал, уж так убедительно доказывали, что точно вернут, что я даже и согласился. Я хотел, я тоже сомневаюсь, что возвращают. Потому, что кто так просто возвращает? Идите, добивайтесь, требуйте по закону и так далее. Судитесь и прочее. Может, и вернут. Но конечному потребителю в итоге что вы смотрите? 20% у нас НДС, 20%. Открывайте чек. Любой человек, который сегодня, завтра, послезавтра открывает, берите чек и читайте. Допустим, 100 рублей, в том числе НДС, 20 рублей. 1000 рублей, в том числе НДС, 200 рублей. 10 тысяч, в том числе НДС, 2000. Вот что такое НДС. То есть, вам, во-первых, пенсию отодвинули, деньги забрали по 840 тысяч, но показалось мало. Теперь надо еще с каждого человека при каждой покупке брать деньги. Теперь еще хотят налог на доход физических лиц увеличить до 16%. И, скорее всего, я думаю, увеличат. Ну, в лицо дороже. А вот такое-то да. А то оно, смотрите, вот такое. Надо налог повысить. Короче говоря, налоги-то они берут, а производство-то они не развивают. И вот сейчас идет разговор, что якобы теперь, значит, пытаются как-то рублевые сделать вложения. Ну, а что, только государством должно быть вложение? А государство не должно законы принимать, чтобы все капиталисты вкладывали. А, во-первых, обеспечивали амортизацию, чтобы у нас старая техника не заполняла наши заводы, а была бы новой. И, во-вторых, чтобы, ну, скажем, хотя бы часть прибыли, ну, пусть 60%, если это государственная собственность, 80% отправлялось производству обратно. А она куда отправляется? Ее забирают на руки и отправляют за границу. Я, честно говоря, забыл, какой у нас за прошлый 19-й год был вывоз, ну, так называемый, вывоз капитала, так называемый, по 200 миллиардов долларов. Вот все время это идет, 200 миллиардов, каждый год, каждый год. Ну, там иногда 60, иногда 160, вот в 2018-м было 160. А дальнейшая дорога-то какая? А дальнейшая дорога такая, они поступают в офшоры. В офшорах можно хранить? Нет. Из офшор, вот там уже оттуда, они могут поступать прямо в американские, английские, французские и немецкие банки, где можно, так сказать, вот те, кто вывез, какой-то процент. Ну, а, как вы понимаете, если банкиры эти получили деньги, они же эти деньги потом дают в рост другим. И, соответственно, Россия постоянно обогащает. Значит, ну, сказать, что мы офшор обогащаем, это несерьезно, потому что в офшорах есть такая промежуточная инстанция. Мы обогащаем вот тех... Количественных получателей. То есть, партнеров, так скажем. В Швейцарии, Германии. Да, эти самые партнеры. США. Да, если, скажем, та же самая Германия и Франция, они непосредственно нам не угрожают, но там стоят американские войска, и при любой операции втягивается туда и Германия, и Франция, и другие. И все, как мы видели, по примеру Ирака, и по примеру Ливии, видели, что вся эта комарилия собирается, и все во главе США набрасываются и уничтожают государство. Поэтому, как у нас есть сомнения, что она бросится так же и на Россию, как только Россия слабит. А Россия слабеет. Потому, что не первый раз они уже набрасывались, и не однократно. Да, так слабеет же Россия. Первый раз при Наполеоне Буанапарте попробовали все вместе. Ну, только без США. Да, вот США за нас болело. Да, да, вот. Так и опять же мы были во Второй мировой войне в Союзе с США. Это случайность. Если бы у нас не сталинская дипломатия, мы не были бы в Союзе с США. Это просто так, этого не должно было быть. Гитлер удивлялся страшно. Как это так получилось? Получилось это потому, что и Англия, и Америка увидели, что мы своими силами можем разгромить фашизм. Потому, что у нас по производству танков, пушек и самолетов в второй половине войны превышало и намного уже немецкие. И, так сказать, дни были сочтены. И надо вовремя было попасть в Берлин, чтобы поделить Германию. Вот с чем связан Союз. Иначе они бы только колонии немецкие. Они же их отбирали. Они же тоже воевали как бы с Германией. В чем состояла война? Отбирать колонии немецкие, забирать себе. И все. Вот этим и объясняется этот Союз. Потому, что так поставили. И у нас самая большая была армия, пятимиллионная, которой не было ни в Англии, ни в Америке. Поэтому, хочется, не хочется, приходилось с этим считаться. Поэтому они успели к пирогу. Ну и что они бомбили? Они бомбили центры промышленных районов. Не всем. Ну и это тоже, да. То есть, то, что им нужно было делать. Свои задачи решали. Ну вот, что мы, следовательно, получаем? Мы получаем такую картину, что сегодня, как бы, трудящимся, вот, всей страны, объяснили, что никакой надежды на правительство, на президента, на Думу, никакой надежды в плане того, что жизнь они будут вам улучшать, нету. Это первая. Вторая мысль, что у вас есть права, данные Конституции, их никто не собирается отнимать. У вас есть право на забастовку, вам не нравится, бастуйте, вы не бастуете, значит, вам нравится. А раз вам нравится, то будут вам еще ухудшать. Потому что у нас, с другой стороны, есть тоже информация, что у нас очень много трудящихся. Работает, не оформив трудовой договор. Хотя, значит, и в 61-й статье Трудового кодекса написано, что если вы приступили к работе, считается, что с вами заключен трудовой договор. Заключен, но не оформлен. А в статье 67-й Трудового кодекса написано, что обязаны с вами в трехдневный срок оформить Трудовой договор, если вы допустили к работе. Если меня допустили к работе, значит, вот, будьте добры. И что? Ну, хоть бы заявление писали трудящиеся, рабочие, о том, что прошу оформить со мной договор. Но если вы не просите, значит, вам не надо. А если вам не надо, но неужели мне надо? Почему? Потому что как только оформили с вами Трудовой договор, надо, так сказать, пенсионный фонд, там и другие фонды, платежи осуществлять, заработника какие? Они примерно составляют от величины от фонда зарплаты 30%. И берутся не из зарплаты, а из тех средств, которыми располагает работодатель. Работодатель из этой суммы, которую он не отдал государству, совершив государственное преступление финансовое, он что делает? Он отправляет часть вам в конвертах, дескать, вот, вам дополнительно. И вы прямо рады. Так он просто, так сказать, он нарушает государственный закон, и из этих самых денег, которые он не отдал государству, вам пополняют, а потом вы придете к пенсии. Это вы придете к пенсии, а у вас пенсии не будет. Сколько бы ни было, мы сейчас все обсуждаем, куда отодвинули, куда придлили. Да не будет никакой пенсии у вас, если у вас нету ничего не оформлено. У вас не оформлено то, что вы работали. А вы могли это оформить. 67-я статья Трудового кодекса, она действующая. Ну, хорошо, вы судились бы, или все люди взяли там 300 заявлений, отправили в суд, чтобы было. И оформили бы. А чем занимается, вот, хороший вроде человек пришел, да, председатель правительства, вот он занимался сбором налогов. Он занимался сбором налогов всех субъектов налогообложения, которые есть, а те, которые спрячутся от налогообложения, вот же они прячутся, вот все те. Более того, Сав говорил. У нас огромное количество предприятий, примерно треть, на которых работает примерно треть работников. То есть, огромные деньги не поступают в казну государства, говорят, вот, у нас нет денег для пенсии. Так вы не берете. Почему вы не берете? Со своей. Это своя буржуазия, как же с нее брать? Это надо их наказывать, тюрьму сажать. Мишустин сам говорил, еще когда, что, например, прогрессивную шкалу налогообложения мы не потянем, потому что никто не заплатит, потому что они сразу все свои налоги, которые должны были бы прогрессивно платить, просто спрячут, прибыли, и все, и это нам говорит тот человек, про которого сказали, что это самый лучший налоговик в мире. Вот без дураков. Самый лучший. То есть, если он самый лучший, то почему он не может собрать налоги вот как положено? Есть, например, указ, что собираем теперь прогрессивные налоги? Задача другая. Он собирает налоги с налогоплательщиков, а те, которые не заключили с вами трудовой договор, они как бы не налогоплательщиков. То есть, если я вот капиталист, а вы пришли ко мне работать, вы работаете, а я просто по дружбе. Вы меня любите, и я вас уважаю. Почему я вас уважаю? Потому что вы на меня работаете. А почему вы меня любите? Потому что я какие-то деньги вам даю. Но эти деньги нигде не фигурируют, с них ничего, никто не платит, никаких налогов. И, кстати, с них не платит и рабочий, ну, из фонда, 13% с НДФЛ. Надо же платить, если никто уже не платит. Рабочие не платят, капиталисты не платят, налоги не идут, и это касается третьей работников. То есть, огромное количество людей. То есть, такая налоговая дыра, и сейчас вот, скажем, вроде налоговое правительство теперь у нас. Ну, так соберите эти налоги. Не собирают. Ну, это о чём говорит? О том, что правительство по части как ободрать трудящихся, оно вот это решительно, решительно очень действует. Несмотря на то, что все против этой пенсионной реформы, все опросы показывают, что все против. Да им плевать. Это говорит о том, что это государство диктатуры буржуазии. Да любое буржуазное государство, государство диктатуры буржуазии. Поэтому ничего нового мы не узнали. Но мы-то с вами давно это знали. А некоторые товарищи, которые не изучают это специально, они... Вот открытие. Открытие для всех. И это причём прочное такое открытие. И теперь, можно сказать, жизнь стала в России другой. Теперь вопрос стоит так, что все трудящиеся поняли, что, так сказать, свершилось. То есть, образовался конфликт между народом и в лице... Основной массой населения. Основной массой населения, то, что народ, согласно Ленину, это рабочие и крестьяне. Ну, крестьян у нас, считай, нету. Земледельцы ещё есть, земледельческие рабочие, но тоже там на основах капиталистических. Поэтому есть производители материальных благ, так, народ. И есть государственная власть. И этот конфликт надолго. Почему надолго? Потому что, как мы... Это ещё тут такая, получается, иезуитская форма разжигания этого конфликта. Дескать, вот сейчас кто помоложе, они ещё не конфликтуют. Ну, там им до пенсии. А вот кто подходит к пенсии, вот он начинает вспоминать, а уже он бы сидел на пенсии. А ему ещё пять лет. А уже у него и там болячка, и там болячка. Мы же знаем, что у нас 40% вредное производство. Но эту задачу решили с помощью проведённой медведевого системы специальной оценки условий труда, чтобы вредное превратить как бы в безвредное. И получается так, что вот эти люди, которые будут подходить к пенсии, они, соответственно, будут настроены. То есть, это не те протесты, которые выходят, там, всякие люди, которые хотят одно правительство свалить и сесть на его место и проводить то же самое. А может и хуже. А это те люди более серьёзные, которые как бы вот этим действием они прибавляются к тем, кто начинает бороться против, уже не против конкретного человека и не против этого буржуазного правительства, а против буржуазного строя. То есть, вот, скажем, то, что сделал Медведев, это как сказать, с одной стороны, он сам, главной стороны, конечно, очень сделал плохо. С другой стороны, он способствовал тому, чтобы люди наконец просветились и поняли, что если вы живёте в буржуазном государстве, не ждите от этого государства, ничего хорошего не будет. Или будет обман, или будут, так сказать, фигу вам раскрашивать, или будет, а на самом деле будет постоянное ухудшение положения. Поэтому надо, так сказать, иметь, использовать те формы, которые есть в буржуазном государстве. Эти формы завоёваны, между прочим, длительной борьбой рабочего класса во всех мировых странах, во всех странах мира. А именно, право на забастовку, а что означает? Что у нас непринудительный труд. Вы не обязаны работать, не обязаны работать при любых условиях. Вы только, потому что вы, у вас не личное отношение, а вы продаёте свою рабочую силу. Не будем по этой цене продавать, не будем при такой зарплате, но для этого надо выступать коллективно. Для этого надо всё время во всех документах и в кодексе записана норма одна. Более половины коллектива. Или есть у вас профсоюз, или нет у вас профсоюза. Если более половины коллектива, или на собрании, или на конференции, или письменно, вот собрали, вы берите два экземпляра и подписывайтесь за эти требования. Собрали больше половины подписей, всё. Вы имеете право, вот те люди, которые собирали, укажите только, что вы собираете и поручаете таким-то вести переговоры. Вы можете выходить на переговоры, если работодатель не пойдёт на эти переговоры, или если он на этих переговорах будет занимать такую позицию, что я это не буду делать, значит, вы получаете право на забастовку. Раз вы получили право на забастовку, значит, за такие деньги столько времени работать мы не будем. Потому что, кто определяет количество времени, которое будет работать? Люди, если уже вы приступили к забастовке по закону. Забастовочный комитет. Вот он, допустим, решил, что для начала будем работать на полчаса меньше. И посмотрим. И ждём. Никак не понимает работать. Да, ещё на час. Но это надо за три дня уведомить администрации. Уже ничего не надо собирать. Ни коллектив, ни бумаги, ничего не надо. Хозяином на предприятии является забастовочный комитет. Он решает, сколько работать, как работать. Уже не работодатель здесь решает. То есть, может быть забастовка, которая равнозначно полной остановкой работы. Но вот я бы не советовал. Зачем вам? И зарплату не будете получать. Много вы не пробастуете. Зачем? Вот на полчаса. Да вы сделаете всю свою работу. А на полчаса меньше будете. А полчаса вы посовещаетесь, как дальше действовать. Не понимает? Час. Вот докеры так бы ставили. Полтора года. На час. Час установили. А потом, когда надо было, так сказать, круто повернуть, сказали, в следующий раз будет на два часа. И, наконец, это, во-первых, а во-вторых, потребовали, поскольку не поменят рододатель, потребовали национализации. И письмо накатали президенту о том, чтобы давайте национализировать порт, потому что он не в интересах вообще народного хозяйства России действует, а в интересах иностранных государств. Ну, тогда, значит, несмотря на то, что контрагентом был миллиардер Лисин, у которого 17 миллиардов долларов, подписал. Вот. Поэтому вот у нас такие примеры есть. Что касается авиадиспетчеров, мы о них тоже рассказывали, они все, что они требовали, всего добились и шестичасовой рабочий день, и зарплата больше двухсот тысяч, и они имеют возможность искать все льготы, связанные с укреплением здоровья и так далее. Но это они очень такой коллективной и сложной борьбой. Ну, это, с другой стороны, хорошо, если это авиадиспетчеры или докеры, ну, не знаю, сталелетейщики и железнодорожники, когда их в самом деле много, и они на одном производстве работают, а если это три или пять пекарей в частной булочной, таких у нас сколько? Их сейчас больше, чем сталелетейщиков, причем гораздо. По-прежнему истина остается прежней, что авангардом являются, конечно, фабричные, заводские, промышленные, рабочие. Конечно, ожидать, что это решат люди, так сказать, в таких вот маленьких предприятиях, которые поэтому и любят Дмитрия Анатольевича, потому что маленькие они, там душить их можно, с одной стороны, их вроде как он поддерживает, на самом деле их душат все, хотя на Западе они все подключены через систему заказов к крупным предприятиям. Вот есть большая крупная монополия, а у нее есть какие-то виды работ, которые им невыгодно делать. Она и поручает этим, дает им заказы, они выполняют. И они встроены тогда в эту общую систему. И здесь так же самое. Есть государственный сектор, он выпускает от 50 до 70% ВВП. Подключайте все эти самые мелкие предприятия, они будут иметь постоянные заказы, они будут иметь соответствующую поддержку и в то же время гарантированный какой-то доход. А иначе им говорят, идите, вот вам дадим 50 тысяч, идите, купите три козы. Он купит три козы, одна подохла, никакого нет, ни зоотехника, нет никакой, ни практики, ничего. Вторая, коза, не дойца, а третья, это, так сказать, надо отдать за долги, потому что вы покупали то, 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 и ничего не стало. Или, дескать, вот я, как девушка выступала, я смотрел по телевидению, что Медведев выделил деньги, 50 тысяч, она начнет свое дело. Купит, буду выращивать цветы, вырастет, вырастет, а дальше что? Магазины уже под контролем определенных крупных монополий, как они называются? Оранж. Куда вы сунетесь? Если вы к метро пойдете, у вас милиция сразу оттуда выгонит. И все, то есть, ваши цветы все завянут, потому что никуда вы их не реализуете. Они были отличные, красивые, замечательные. Ну, вот еще какие-то старушки поштучно немножко продают, ну, потому что лень уже полицейским их разгонять. Или они просто немножко денег дали, и они еще не разгоняют, поэтому и все. То есть, такая тут картина. То есть, вот рассчитывать надо на это. Поэтому, какой, собственно говоря, выход из этой ситуации? Ситуация конфликтная. Об этом, как ее разрешить, должны думать обе стороны. Ну, вот что должны думать? Там, на той стороне должны думать, как повысить темп экономического роста, и поэтому взять и изменить то, что сделали. А что должны думать, о чем рабочие и трудящиеся? О том, чтобы перевести в режим такого времени, чтобы мы за это, за время до пенсии работали бы меньше, чем до этой реформы. Правильно? Ну, правильно. Тогда это будет улучшение жизни. Потому что ни от кого-то ждать не приходится, а давайте мы так сократим. А как это сократить? Ну, либо, так сказать, насчет того, чтобы в государственном порядке сократили, никакой надежды нет. А поскольку вы можете сокращать на каждом предприятии при условии соответствующей забасовочной активности, это, пожалуйста, те, кто делает, те сокращают. И, скажем, металлисты в Германии, там тоже, это не какие-нибудь там булочники, не барикмахеры. А начинается все с таких сталелитейщиков, с других металлических предприятий, с крупных. Вот если они начинают, то тогда это распространяется и дальше. Потому что, ну, кто-то должен показать пример. Но не мелкий же, не мелкий же бизнес покажет. Те примеры в лице этих несчастных, там, затравленных рабочих. Они там не по 10 работают, а и по 12, и по 14, и там, и никто и не учитывает. Тем более, там никаких нету этих договоров. Но чаще всего. Чаще всего. То есть, там совершенная беда. То есть, вот, если есть такой, мы должны констатировать сегодня, то есть, книга книгой, значит, пенсионная реформа, реформа, есть конфликт по поводу пенсионной реформы, он не разрешен. И разрешить его, самое благоприятное для действующей власти и для России, и в то же время для работников, разрешить его таким образом. Перевести всю работу в режим не более 6 часов в день. Из расчета, чтобы у нас было меньше или, по крайней мере, столько же, как, если у нас было больше, чем в Германии и Франции, давайте возьмем за вентир вот столько часов, сколько в Германии и во Франции. Вот здесь, в этой книге, можно, конечно, сейчас вот тут находить и называть, но здесь есть все цифры, сколько часов работаем мы, точно подсчитано, сколько, что работе, рабочие в России работают больше, до пенсии работали больше, до пенсии, намного, чем в Германии и во Франции, а теперь будут работать еще больше, потому что вот сделали такой скачок, рывок, и поэтому нужно, так сказать, посчитать и уменьшить количество рабочих часов, пересчитать на недели, уменьшить количество рабочих часов настолько, чтобы мы, так сказать, не умирали при выходе на пенсию. Вот какое решение должно быть. О чем должны думать работники, потому что иначе они, мы и так знаем, что население России вымирает, или не знаем. Знаем. Но если оно вымирает, и еще увеличить число, вот когда люди уже не такие здоровые, вы, наверное, понимаете. Конечно. Ну, потому что парирование демографического кризиса, оно в двух все составляющих. Первое, повышение рождаемости, второе, понижение смертности. Да. Вполне естественно. Да, а тут повышение смертности, повышение смертности, прямо, это вот налицо. А никакого повышения рождаемости, то есть совсем, потому что если у вас пенсионный возраст повысился, кто у вас будет сидеть с детьми, которых вы родите? Да, поэтому никакими деньгами, этими свидетелками это не решишь, правильно? Нет, конечно. Потому что вы прикинули, ну, это хватит на год, а что год, двоих детей надо, троих надо детей, для того, чтобы воспроизводить троих, а тут и на одного этих денег не хватит, конечно. Это же, как вы сказали, что в качестве пенсии забрали почти миллион, а отдали постепенно 600 тысяч, так ведь забрали-то не только миллион. У двоих забрали миллион 600. А у двоих забрали миллион 600. Так это получается, мало того, что забрали у вас, так вас еще лишили бесплатной помощи, то есть вы должны еще кому-то после этого заплатить. Да, а бесплатная помощь, то есть и забота бабушек и дедушек, ну, а кто учил там, скажем, песням, пляскам, кто, скажем, дагодит какую-то передышку? Нет, ну, сейчас, конечно, учитывая, что бабушки и дедушки тоже есть нового типа, которые отказываются с кем-либо сидеть, давайте сами занимайтесь, но все равно это же родственник, хорошо, не каждый день, ну, хотя бы там условно раз, там два раза в неделю бабушка, дедушка, даже самая современная и независимая может посидеть с ребенком или, по крайней мере, там послать деда забрать ребенка из школы, ну, что-нибудь такое, потому что, ну, как это, как это, собственно, может быть? Самое главное, что в бабушке и в дедушке самый главный, это плюс был, какой, в том, что этот человек сильно старше, чем родители данного ребенка, а значит, элементарно житейски опытнее, а значит, они ребенка мелкого, с которого внука, собственно говоря, или внучку, они могут воспитать и научить жизни гораздо лучше, чем родители, которым, условно, 22 года, чему он может 22 года кого научить? Ему еще самому учиться надо, вот, а теперь такого бесплатного и веками, тысячелетиями проверенного подспорья людей лишили, то есть, не пытаются лишить, а лишили. Да, это же не какое-нибудь достижение советского времени. Это достижение родоплеменного строя еще. Да, то есть, это обычное дело было еще, родоплеменной строй всегда, более пожилые, старшие, конечно, занимались детьми, а теперь, значит, их отставляют, говорят, идите на работу в это самое, в то самое время, когда они вот-вот-вот приготовились к этому делу. Вот, вот, мы что обязаны констатировать, этот пенсионный конфликт, он еще, он никуда не делся, он только разгораться будет, раз, второе, значит, пенсионный этот конфликт никак не разрешается со стороны государства и не будет разрешаться со стороны государства. Эти пересадки, как вы понимаете, этого вопроса не касаются, дескать, все, эта уже тема ушла, сейчас мы будем обсуждать, как будут пересаживаться чиновники в какие кресла, вот что мы будем обсуждать. А этот вопрос, дескать, мы его решили, а что вы решили? Вы этот процесс, вы это, собственно говоря, этот пожар зажгли, а этот пожар будет только разгораться. Они в 18-м году же, получается, все это начали, так по-хорошему говоря, и с тех пор нам ясно дали понять, что изменять ничего не будут. Нам об этом уже прямым текстом сказал сначала Медведев, сказав, что мы это примем, Путин, который это по факту протолкнул идею, и теперь Мишустин, когда его спросили, собираетесь ли вы, собираетесь ли вы откатывать пенсионную реформу хотя бы назад, я смолчу, к улучшению сказал, нет, нас все устраивает, вас-то, конечно, все устраивает. Понятное дело, с каждого этого пенсионера вообще получить такие суммы, то есть не дать. А еще, а работать они будут? Это 840 платить не надо, они же и заработки-то отдадут, они же доходы-то будут давать государству. Вот в чем дело, так что тут большие деньги идут, как-то такие большие деньги может бургария отдать? Не может. Поэтому вот это должен, я думаю, что запомнить и зарубить каждый трудящийся, что единственный выход, единственная дорога для трудящихся, это организовываться в профсоюзы, пожалуйста, организовывайтесь в Рабочую Партию России, пожалуйста, добивайтесь, прежде всего, у себя на производстве экономических, каких-то успехов, потому что, если вы не научитесь решать самые простые вопросы, такие, ну, какие-то работы, во-первых, каждый должен устроиться на официальную работу, если вы не устроились на официальную работу, вы с точки зрения даже буржуазного закона... Не существуете вообще. Не, вы соучастник. Соучастник. Вы соучастник, потому что есть налоговое преступление, вы соучастник, и вы сунетесь куда-то, к чему-то обратиться, к властям, и вам скажут, так, а вы, значит, вы знаете, что незнание законов не освобождает ответственности за их и выполнение нарушения, знаете, написано, читайте трудовой кодекс, мы вам дешевый продаем, идите в магазин, везде есть, в любом букву едет. В интернете бесплатно. Почти бесплатно. Или в интернете бесплатно возьмите консультант плюс, наберите, там есть трудовый кодекс. Там написано, что в 61-й статье, что фактическое допущение к работе означает заключение трудового договора. Вот как у коммерсантов, если, скажем, я вам заплатил, а вы сделали работу, это с нами заключен договор такой. А если, или там аванс вам дал, это значит пошло уже заключение договора. Договор может быть не письменный. Так вот, трудовой договор заключен, а в 67-й статье написано, что он обязан работодатель оформить трехдневный срок. А у вас прошло три месяца, четыре месяца, полгода, год. А за год такое большое совместное у вас преступление с работодателем, что вы не платите, то есть за вас не платят, не отправляют эти 13% от дохода, а вы бы при отправлении, конечно, получили бы больше, это ясное дело. Потому что тут, так сказать, все делается вот так, что раз вы тут все у вас незаконное, то ничего не потребовать, не добиться, не отстоять, невозможно. Кто вы приходите? Вы кто такой? Вы нигде не оформлены, вы не трудящийся, вы кто? Бомж. Ну, кто с бомжом будет разговаривать? Вот я, допустим, прихожу к вам и возмущаюсь, вы знаете, Григорий Александрович, мне не платят. А Григорий Александрович скажет, а где вы, Михаил Васильевич, оформлены? Ну, я не оформлен, я в конверте получаю. Ну, так идите к этому конверту и... Не разговаривайте. Ну, что? Ну, что? Как вы можете мне помочь? Да вот вы сидите, допустим, в правоохранительной системе, так, Мишустин вы, или что-нибудь еще более Мишустное, чем Мишустин. И что? Как вы мне можете... Да никак вы не можете мне помочь, потому что первое, что скажете, ну, пишите заявление. А что вы напишете в заявлении? Что я уже давно в полном противодействии даже заявление не написал. Допустим, я написал заявление, а вы не оформлены. Кто виноват? Вы. Вот теперь уже работодатель виноват. А я не написал заявление. То есть, а если я не написал, значит, мне не надо. А если мне не надо, ну, ну, конечно, вы скажете, вы хотите вот прийти в какую-то, значит, организацию, в Рострудинспекцию, в прокуратуру, в суд, пожаловаться. Они как получают? У них есть фиксированный оклад. А вы пришли и принесли им новую работу. А вы пришли, а кто вы такой? А никто. Зачем они будут бороться тогда? Вы никто здесь, вы нигде не оформлены, вы ничего не написали. Вы хоть заявление написали, а вы их, знаете, как заявление надо передавать? Я информирую трулящихся, которые не знают, как. Вы написали заявление, отдаёте, а его не берут. Что нужно делать? Во-первых, нужно послать его по имейлу работодателю и себе, чтобы как минимум сохранилась бэкап-копия. А он этому имейлу ваш... В этой юридической сфере не принимается. Значит, нужно... Вот сначала вы идёте и сдаёте, и на втором экземпляре пусть роспись. Прямо в трудовом кодексе написано, что у вас на другом экземпляре трудового договора должна быть подпись работодателя. Он отказался. Тогда делается уже по-другому. Вы посылаете ему уже, но по почте. Заказным письмом, потому что если вы послали простым письмом, вот он сразу в урну, и всё. Заказным письмом с уведомлением о вручении, потому что вот вы тогда ждёте. Почта не отвяжется от вашего этого работодателя, пока... Или он сам, или какая-нибудь организация, или какой-нибудь человек, который за это отвечает, поставит подпись, что получено. И вот вам придёт это самое уведомление домой. И у вас есть второй экземпляр вашего обращения, заявления, и к нему прицеплено это уведомление. Вот с этого момента вы можете где угодно доказывать, что вы послали заявление, и ваш работодатель не отреагировал и не сделал. Если он не отреагировал и не сделал, вы уже не соучастник этого налога. Только он продолжает нарушать и накапливать себе. А там уже легко считается. Вот такую сумму он, во-первых, не отправил за вас 13 процентов. Это он должен помимо зарплаты. Это не из вашей зарплаты. Он не отправил. И ещё, но по величине 13 процентов по количеству уровня зарплаты. И он не отправил никуда. Ни в медицинский взнос, ни в пенсионный. Никуда. И он поэтому набрал такую сумму большую, что это, так сказать, для посадки как раз хватает. Вот тогда да. Вот тогда есть организация. Какие у нас есть организации? Есть у нас рост, труд, инфекция. Инфекция. Да. Вот я хочу сказать, толку обычно никакого от них не бывает. Поскольку вот я немножко знаю, как они работают. Но обращаться туда полезно. Почему? Вот вы туда обратились, пусть не говорят, вы точно уже не участвуете в этом нарушении. Потому что вы в Рострудную инспекцию обратились. И у вас есть некоторые обоснования, почему вы к другим государственным инстанциям не обращаетесь. Тогда вы идёте в прокуратуру. Что такое прокуратура? Прокуратура, она по смыслу прокуратуры отвечает за точным и полным исполнением законов во всех сферах. Наблюдает за этим. Про прокуратуру хороший анекдот есть. Замечательный просто. Как на необитаемый остров попал англичанин, скажем, француз и русский, а там вдруг раз, и людоеды образовались. И говорят, слушайте, мы, конечно, есть хотим, но люди любознательные. Давайте так. Вы сейчас какое-нибудь скажете слово, если мы его не знаем, мы вас отпустим. Ну, выходит француз и говорит, интернет. Людоеды там, шо-шо-шо, выходит вождь и говорит, интернет это всемирная электронная паутина. И съели французы. Выходит англичанин и говорит, самолет. А они там, шо-шо-шо, шо-шо-шо. Выходит, говорит, самолет это грузовая железная птица для перевозки грузов или людей, говорит вождь. Съели англичанина. Выходит русский и говорит, прокуратура. Людоеды посовещались, посовещались, говорит, не знаем, что такое прокуратура. Дали ему, значит, лодку, кокосов, бананов и отпустили. Он отклон от берега, ему вот что, как бежит, за ним кричит. Да что ж такое прокуратура, говорит? Это, говорит, то же самое, что вы, козлы. Шу-шу-шу, шу-шу-шу, и нет человека. Так вот, я, значит, трудящихся информирую, что сейчас прокуратура не загружена. Почему? Не загружена, потому что никто не обращается. Не знаю почему. Может, боятся. И как вот те вот боялись же, боялись же, не обращаются. Поэтому вот идешь в прокуратуру. Во-первых, там все хорошо. То есть, ты приходишь. Всегда есть человек, который может вас принять. Лучше всего идти куда? К районному сначала. К районному. Идешь к районному прокуратуру. Но если ты придешь с разговором, с разговором только и уйдешь. Потому что ты ушел, дверь за тобой закрылась, и все. С тобой хорошо. Заявление надо. Поэтому надо заявление. Заявление надо, как всегда, в двух экземплярах. Пусть пометят на одном, что они приняли. Изобрет себе. Вам пометят, то вы заберете себе, а это им отдадите. Лучше всего с личного приема. С личного приема идет быстро. Если вы пошлете по почте, это, считайте, две недели только будет путешествовать. То есть, нежелательно. Желательно прийти. Значит, встречает прокуратура, по той и тем данным, которым я рассказывал, очень хорошо, трудящихся. Очень хорошо. Почему? Ну, как бы она ни у дел, никто ее ни к чему не призывает, не зовет. А если никто не приходит и дел нет, то там ее и порежут, эту прокуратуру. Потому что уже, помните судьбу двух прокуроров генеральных? Одного три года сидел в тюрьме. Потом выпустили, и ничего там ей не стали объяснять. А потом Скуратов тоже, значит, он сидел. Вернее, простите, он не сидел, его отстранили под всякими разными предлогами. Потом все предлоги отпали, вроде костюмов и каких-то там массажей. А к нему в кабинет залетела чайка и стала прокурором. Да. И эта чайка вот до последнего времени и сидела. А Скуратов так и остался. Он где-то пытался в других местах взлететь, но он не чайка, и взлететь ему не далось. Рожденный Скуратовым летать не может. Не может. Поэтому, так сказать, прокуратуру несколько принизили. Но вообще прокуратура имеет большое влияние. Она что может сделать? Во-первых, она быстро делает, в отличие от других инстанций. У нее нет таких сроков бесконечных. Раз, и, так сказать, есть такие формы прокурорского реагирования. Так сказать, приостановить там, запретить и так далее, обязать. И поэтому прокуратура действует, во-первых. Во-вторых, если так построена работа, что если вы не недовольны решением прокурора районного, идите в городскую прокуратуру. Городская прокуратура это рассмотрит. Не рассмотрела городская, не удовлетворительное решение. Вот мне приходилось обращаться в Генеральную прокуратуру. Как туда зайдешь в Москве? Пожалуйста, заходите, там приемные есть. Пожалуйста, все написано. И там первое, что написано, что мы тут в Генеральной прокуратуре принимаем только тех, чьи просьбы или заявления не были удовлетворены районными или городскими областными. То есть, если ваше дело было удовлетворено, да и не суйтесь в Генеральную. Только вот как раз такие несчастные, только такими занимаются тоже хорошо. Ведь занимаются не теми, которые, так сказать, правильно и неправильно. А вот если не удовлетворило, тогда она принимается и разбирается. Поэтому вообще говоря, это дело серьезное. И прокуратура может очень многое сделать. Она и в суд может подать. Она и представление может сделать. А иногда она пишет вот такие очень мудрые бумажки, которые вы, возможно, и получите. В настоящий момент прокуратура не видит основания для применения средств прокурорского реагирования. Вы слушайте внимательно. В настоящий момент не видит. А потом вы раза два, третий, четвертый пойдете, и еще другие пойдут. И третий, потом она увидит. А когда увидит, она применит средства прокурорского реагирования. Я вот обращался в Северо-Западную прокуратуру. И вот прокуратура Северо-Западного федерального округа, она очень помогла мне товарища, так сказать, вытаскивать из такой ситуации, в которую я не знаю, как бы он вытащил. То есть иногда реагирует. Ну и понятно, если толчите и отверзется, как известно. И никуда не будете обращаться, ничего не будет получаться. Поэтому, с одной стороны, надо самим организовываться и применять те права, которые вам дает Трудовой кодекс. Главное – это право на забастовку. Это не значит, что вы всегда даете эту забастовку. Есть другое. Если один раз вы хорошо пробастовали, в следующий раз вы приходите и говорите, давайте вот так решать, иначе мы забастуем. И вам поверят. Потому что если вы ни разу не забастовали… Ну да, не страшно. Вам не поверят. Ну скажут, ну давайте, давайте посмотрим. Вот у докеров так однажды было. Они говорят, у нас начало будет забастовки в 6 часов. Вся администрация пришла в 6 часов, 1 сентября, смотреть. А они взяли и пробастовали 5 минут. Ну все остановилось. Все. Весь спорт стоял. Тишина, то все время грохот. Все остановилось. Потом приостановили забастовку. Забастовочный комитет может приостановить забастовку, а потом может, уведомлено за 3 дня, уже в другой форме ее назначить. И предложили им пойти на переговоры. И пошли на переговоры администрации. Она все увидела, все поняла, и хорошо договорились. А зачем ей эту судьбу испытывать? Потому что она увидела, что да, всех остановили, все остановили. А во время этой... А потому что лично этого ума ему не хватало, он решил это тянуть. А раз он решил тянуть, спрашивается, кто во время забастовки контролирует ситуацию в порту. Вот приехал корабль. Так рабочие контролируют. Рабочие забастковым. Конкретно забастковым. Говорят, вы меня разгрузите, а не разгрузите? Огромный корабль пришел. А генеральный директор говорит, не знаем. Надо идти... Кто разгружать-то будет? Нет. Я же буду сам разгружать. Решать будет еще, будут ли разгружать. Нет, но если директор сам захочет попробовать разгрузить, он, конечно, может попробовать. Один. Он с секретарем, с двумя секретарями, с замом, с бухгалтером. Нет, нет, такой техники его не подпустят. Он же не имеет... А, ну да, у него запусков нет. Нет, ну что вы, это там же такая техника, что вы, и козловые краны, и погрузчики, а потом эти, которые контейнеры подгружают трехэтажные. Боже упаси. Нет, нет, из этого ничего не будет. Поэтому идите туда, но он приходит с забастком, поговорил, объяснил такая вот ситуация. Забастком может решить, тогда он в порядке исключения разгружает. Теперь второй вопрос. Значит, что написано в законе трудовом? А написано в Трудовом кодексе, что во время забастовки забастовочный комитет отвечает за охрану порядка на предприятии. Раз. И за сохранность имущества работников и работодателя. Вот забастком не проследил, и украли из контейнера какие-то ценные вещи. Кто будет отвечать? Понятно, забастком. Забастком. Поэтому забастком что должен делать? Он создает дружину. Ну, дружину, ну, как-то надо ее организовать. Вот каждая бригада превращается в дружину. Вот такой, так сказать, отряд дружины такой. И вот эти рабочие уже, так сказать, организованы как дружины, которые обеспечивают порядок и сохранность имущества работников и работодателей. Теперь никто уже не украдет. Потом, как докеры думали, они говорят, ну, раз это дружина, так надо же думать, как учиться чему-то. Спрашивать надо, к чему будем учиться. Давайте, пока мы не требуем, так сказать, вооружать ее, а давайте, значит, дружина должна учиться единоборством. Ну, к чему там, айкидо, дзюдо, поэтому они в Забастковский комитет пригласил леяный отдел милиции на транспорте и директора по режиму обсудить, каким формам единоборств надо обучать рабочих, которые обеспечивают сохранность имущества работодателей и работников и порядок. И тогда, в том числе и миллиардер Лисин, что он заехал далеко. Тем более, что еще вдобавок правком написал, что вот этот Лисин, он не понимает, так сказать, нужд нашего государства, а раз он не понимает... Просьба национализировать. Национализировать. И направить это письмо, ну, вот, как рассказывает, Владимир Владимирович не встретился, посоветовал ему как-то так решить вопрос. А в итоге, если вы хотите, чтобы миллиардер встретился с Владимир Владимировичем или Владимир Владимирович с Владимировичем, надо сделать забастовку, потому что решающе. То есть, с одной стороны, кажется, ну, где мы там, где они, где мы. Ну, где вы. Если вы свои права знаете и используете, то вы получаете совсем другой результат. И другие люди становятся. Потому что, ну, так же нельзя, вы же работаете по... Значит, смотрите сейчас, что получается. То есть, они случайно убрали восьмичасовой рабочий день. Вот глумился Медведев над этим вот указ о восьмичасовом рабочем день. Дело-то не в этом. А дело в том, что нормальная работа для людей – это днём работать, ночью спать. Есть непрерывные производства. Есть такие производства, где хочешь, не хочешь. Раз так, ну, скажем, доминные. Доминную пичку не остановишь. Ну, куда? Если её остановишь, то всё пропадёт. Поэтому... И что у нас? У нас разве вот эти двенадцать, потом, значит, выходной, двенадцать работаем, потом выходной, потом двенадцать работаем, два выходной и так далее. Всякие разные режимы напридумывали, которые ломают. Сон, отдых, возможность нормально, так сказать, где-то заниматься, обучаться. У нас наделали таких вот режимов, которые какую задачу решают. Если раньше было восемь часов, норма, и эта норма изъята товарищем или гражданином, или господином, лучше гражданином говорить, медведевым, то эти восемь часов, если она изъята, как узнать, сверхурочная у меня сейчас работа или нет? Ну, если я вот за восемь часов заехал, никак не узнаю. Нет, там есть вот сложная уже система. Есть учётный период. Это может быть неделя. Вот если за сорок часов выходит у меня, то первые два часа в полтора раза, а дальше уже в два раза. Думаете, платит? Во-первых, кто считает за неделю? Кто знает, какой учётный период? А может, учётный период месяц. Вот если за месяц выходит первые два часа в полтора, а дальше в два. Вы знаете таких рабочих, которые месяц записывают себе в книжку, сколько они работали? Во-первых, нужно не только в книжку записывать, а в книжку условно согласованную с работодателем, чтобы он тебе скажет, что ты там понаписал, я ничего не знаю. Я такого не знаю. Где ты как? И доказывай там будешь. Там нужно, чтобы у тебя были эти самые табели рабочего времени и прочее. Можно учётный период сделать полгода, а можно год, и всё, и всё. И получается, люди работают сверхурочные, говорят, работайте больше, больше получайте. А там же у нас понимание было такое в законе в своё время, что если у вас не обычная работа, а сверхурочная, то уже два часа – это уже тяжело. А дальше это уже чрезмерная нагрузка, особенно при вредной и опасной работе. У нас 40% вредной и опасной работы. То есть, это просто ущерб здоровью, и это и есть то, что приводит к повышенной смертности. И эта повышенная смертность, она складывается из такой работы. И участвуют, или соучаствуют в этом сами работники, потому что, ну, вот возможно заставить работать больше 8 часов в день или больше 40 часов в неделю. Вот осталось в Трудовом кодексе, что 40 часов в неделю. Вот 40 часов в неделю остановились. Никто вас не может заставить, кроме того, что вы по своему желанию сами заявление напишите, я прошу меня устроить. А так, если без вашего согласия никто не имеет права. Ну, как сейчас согласие как-то? Выходи на работу. Просят, рвутся, как рассказывает там экскаваторщик, я вот перерабатывал, а теперь у меня это поражено, это поражено, я ходить не могу и лежу. Ну, это же понятно, что это же не игра. Это вы никакими лекарствами, никакими врачами, никакими заморскими лекарствами вы это не вылечите, потому что для здоровья что нужно сделать? Нормальный режим труда и отдыха. Ну, вот если человек работает утро, ночь, вечер. Или утро, ночь, день, вечер, ночь. У него всё нарушено, и он с возрастом, он не может уже спать, он ляжет, и не заснёт, и не отдохнёт, и уходят они в 50 лет. Да нет, ну что же думать-то, Господи, это самое главное, что вообще косило людей всегда преждевременно. Это непосильная работа. Вот я сам смотрел в самых разных археологических раскопках, так сказать, по моей эсперанской специальности пархеологической, смотришь, например, в районе Куликово поле, ещё до того, как там случились известные события, там же была куча сёл. Вот смотришь на крестьян, на костяки, вот девушка 27 лет, как говорят специалисты по генетической экспертизе и биологической экспертизе, вот умерла в 27 лет. От чего? От того, что у неё костяк, состарившийся до уровня лет 65-70, т.е. в 27 уже всё, финиш, т.е. там ни одного живого места просто нет. Ну скажите, пожалуйста, если бы она даже в 14 веке при условиях медицины того времени работала бы не по 16 часов каждый день, а по 8 часов каждый день, наверное, бы она дожила не до 27, а до 54, что для 14 века вообще-то было очень много. А рабы сколько жили? 14-15? Ну тоже по-всякому, но там во время Римской империи и там у них прямо было рассчитано, что 12-14 лет, если не ошибаюсь, труда, да. Это вот то, на что раб рассчитан. Дальше, в принципе, уже не... Дальше чистая прибыль пошла. Нет, дальше он уже не нужен, дальше можно его и убить, взять в случае нового. Воевать или купить и так далее, потому что толку от него тоже не будет. И вот, так сказать, вот тогда получается, что... А дальше ему передвинуть пенсию. Да. Вот такая картина. То есть, можно сказать, что вот мы тут как бы нападаем на буржуазию вроде как, обвиняем, но надо сказать товарищам рабочим, что если вы самые первые не решите, не будете защищать свое, так сказать, вот те права, которые завоеваны предыдущими поколениями, у вас 40-часовая рабочая неделя. Вот кто за 40 часов заходит, тот нарушает общий, так сказать, договор трудящихся. Кто-то уже, так сказать, ставит себя и других в такое положение, когда вы проиграете в общей борьбе. То есть, он единолично нарушает, так сказать, такой вот уговор, который был. Это боролись за 40-часовую рабочую неделю, она не сразу сложилась. Еще помните, было 40, да еще один час дополнительный был. Поэтому убрали этот час, из которого там собирались черные субботы. Вот завоевана эта 40-часовая неделя, а вы отдаете просто сами, вам предлагают идти, вы идете. Вы что думаете, что если вы получите дополнительные деньги, вам больше будет зарплата? Нет, эту вашу зарплату разматывают на всю вашу работу и все. Потому что это зарплата... Кроме того, вашу повышенную зарплату всегда, если что, в инфляцию включат или включат. И на лекарства вы зарабатываете. И работаете вы на лекарства. А лекарства... У нас ведь медицина теперь условно бесплатная. То есть, вам нужно что-то серьезное с вами случилось. Все, идите, платите. А если вы не сможете заплатить, ну, ждите. А вы столько ждете, что скорее вы дождетесь совсем другого. Вот такая картина. Поэтому первое, что нужно делать, это бороться за это, поэтому и цель, которую ставят, и вот об этом особенно хорошо в этой книге Александр Владимирович Золотов с данными, со всеми привел, что единственный выход из этой ситуации – это добиваться шестичасового рабочего дня, но не от правительства уже, от правительства быстро вы не добьетесь. А вы можете добиваться этой запасовочной борьбой в порядке коллективном на каждом отдельном предприятии. Пожалуйста. А если вы не будете этому добиваться, допустим, вы добивались, не получилось. А у нас ситуация не такая. У нас ситуация такая. Не добивались. Не боролись и проиграли. Ну, только если вы не боретесь, как же вы выиграете. То есть, без борьбы это не изменить. И для этой борьбы есть все основания. Пока этот закон, а, не меняют, б, конституции в этом отношении не меняют, но могут наступить такие времена, когда могут и выкинуться из этой конституции. Я знаю, как могут среагировать. У нас уже есть профессии, которые запрещены к забастовке. Да. В том-то и дело. Хотя их не так много. И некоторые думают, что им запрещено. Нет, не запрещено. И в таких случаях, когда запрещены, тогда они должны обращаться с письмом к президенту, и президент обязан это решать. Ну, вы писали президенту? Нет. А чего вы не писали? Если написано это, в этом случае обращаться коллективно. Обращались коллективно? Нет. А чего вы не обращались? Вот есть, например, приемные президента, и туда каждый человек может... Ну, правда, с приемного президента совсем недавно, в 18-м году, отнесли 3 миллиона подписей против пенсионной реформы. Обратились. Что сделал президент? Пенсионную реформу. Значит, я могу сказать, что можно сделать с помощью вот этой самой приемной, которой, если вы можете набрать письмо президенту, открывается страница, и вы можете послать письмо. Или президенту, или в администрацию президента. То есть, если вам нужно написать письмо министру, ну, то надо написать президенту. Если вы хотите, чтобы прочитал ваш, так сказать, руководитель вашего города, ну, надо написать в правительство. Если вы хотите, чтобы прочитал руководитель вашего района, куда надо написать? В руководство города. Вы же понимаете. То есть, первое, что сделают те люди туда... Спустят вниз. Спустят вниз. Но они спускают вниз, то есть, без того, на какой уровень вы послали. Если вы на последний этаж послали, на предпоследний. Вот я скажу, сколько много получал писем от министерства. А как? Если бы я написал в министерство, я же разве получил бы? Да нет, я пишу президенту. Естественно, мне направляют в министерство, в Академию наук. От Академии наук получаю, от министерства и так далее. Вот скажем, Академия наук подтвердилась. Она со мной согласна. Министерство промышленности и торговли в отношении экономических вопросов, оно со мной согласно. Ну, естественно, как вы понимаете, Министерство экономического развития прислала мне письмо, что оно со мной не согласно, но в отношении рабочего дня такой ответ интересный. А это, говорит, вообще не наш вопрос. Это вопрос урегулирован уже. На уровне предприятия вы можете в лексирном договоре установить сколько хотите. Хоть 40 часов в неделю, хоть 30 часов в неделю, хоть 20 часов, хоть 10. И вот это написано в официальном письме Министерства экономического развития имени у Люкаева. То есть, если вы хотите, чтобы какие-то звенья аппарата, единственное, что четко очень исполняется, это вам в месячный срок ответ на письмо будет. В месячный срок. Почему? Потому что есть закон об обращениях граждан. Вот вам ваш начальник не обязан ничего. Вы можете ему обращаться, он ничего не будет делать, пока его прокуратура не прижмет. А там, так сказать, есть закон об обращении граждан, вы обратились, вам дадут такое письмо. Во всяком случае, я не хочу сказать, что это должно быть главной формой вашей деятельности. Это должно быть, ну, как бы, есть разница. Помогательной. Помогательной. Это тоже посмотреть, что напишут, что скажут и так далее. А главная форма – это коллективные действия. Коллективные действия бывают. А. Забастовки, о которых мы только что говорили. Б. Это забастовки, которые делаются, так сказать, ну, так, вы выставили требования, 6-часовой рабочий день, и время от времени по бригадам, то одна бригада, то другая, вы работаете с соблюдением абсолютно всех правил, очень строгим соблюдением. Вы и так по правилам работаете, но тут строго по правилам. А строго по правилам, вот я, когда пришел на работу, что надо делать? Работать. Соблюдать технику безопасности. Сначала я должен вызвать инженера по технике безопасности, и пусть он нам расскажет. А мы будем задавать ему вопросы. И можем задавать их 2 часа. И он должен на все вопросы ответить. И потом идем, уже хочется работать, и идем работать. Это раз. Второе. Значит, строго по правилам работать. Вы должны взять все эти документы. Они так составлены, если начать вот все это выполнять, ну, это затянет все. Вот строго-строго по правилам. Это называется работа по правилам. Или есть другое. Вот сейчас же вся работа связана с техникой. А техника, она приносит всякие разные увечья. Поэтому не надо спешить, не надо торопиться. То есть, темпы, вот такие темпы, которые на работе, это ненормальные. Надо вот так вот как-то так снизить темп, и это будет замедленная работа. Вот товарищ саржан, председатель правкома первой севедорной компании, ну, я, не первой севедорной компании, это первый контейнерный терминал, генеральному приходит в кабинет и говорит, вы знаете, у нас сегодня такая форма акция. А какая акция? Ну, мы сегодня медленнее немножко работаем в целях соблюдения безопасности. А генеральный подошел к окну и видит, вот погрузчики, которые со скоростью, скажем, 30-40 ехали километров в час, они за скоростью 3-4. В целях безопасности. Все работают, все. Никто не стоит. Все работает. Видели замедленное кино? Вот замедленное кино. Все. Теперь, какие есть могучие формы воздействия? Во-первых, ликвидация сверхурочных работ. Ну, вы не даете согласия никто. И вас никто не обожает. Невозможно заставить. Не обязан никто работать сверхурочным. И работа в выходные дни. Вот во время, когда люди готовились до керой забастовки, они, товарищ Тимофеев, бегал как член забастовочной квартиры, кто придет на работу раньше времени, штрихбрекер, ты что пришел? У тебя работа с 8, а ты пришел? 7-10. Ты что пришел? Завтра, чтобы я тебя тут не видел. То есть, вовремя пришли. Ну, заранее там, за 3 минуты, за 5. Ну, так, чтобы не получилось, что вы опоздали. Вот так, гарантированно. Ушли точно. Не надо ничего доделывать. Завтра все, завтра говорят. Давайте сейчас закончим. Нет, завтра закончим. Цель. И так далее. То есть, товарищи знают, что ты делаешь. А вот, а уж когда неисправность механизмов, вот вы пришли, и что нужно сделать? Вот мы с вами говорили про технику. А потом же вы хотите сесть на машину свою. А вы проверили ее? А разве бывает такая абсолютно исправная машина, техника? Не бывает. Что нужно сделать? Надо написать журнал. и сидеть и торопить того, пусть там эти ремонтные службы закончат. Может, если до обеда закончат? Хорошо. Ну, после обеда? Ну, это хуже. Но пока я пообедаю, буду тут сидеть, книжку читать и ждать, когда отремонтируют технику. А сколько у нас исправной техники? Сколько народу работает на неисправной технике? Это ужас. Вот я с крановщиками встречался, с которыми как раз конфликты всякие были. Они рассказывают, столько неисправности там на этих. То есть, если неисправный кран, это же вообще опасно, не только для крановщика. Для всех опасно, конечно. Ну, вот там взяли, одного с 18 этажа смахнули. И что? Ну, понятное дело, что он улетел в ад сразу. А может, в рай. Теперь немного неживой, как говорят у нас в Одессе. Поэтому у нас такие нормы, такие нарушения, грандиозные техники. Об этом все говорят рабочие, вот с кем не встретишься. Поэтому, так вы, товарищ Рачев, вы работаете-то с нарушениями. Вот и всё. Но если это вы организованное делаете, не просто так вот, друг, ни с того, ни с сего. А вот все вместе и дружно. Сказали, пришли сегодня с утра. И говорим, ну, начинаем работать. Как только исправят все вот эти замеченные недостатки. И все говорят, ну, когда вы это исправите? Когда? Сегодня не смогли. И завтра приходят с утра и стоят над душой. Когда вы исправите? Чертовски хочется что-нибудь сделать. Работать. Чертовски хочется работать. Ну, вот не получается. Короче говоря, товарищи, если начнутся, если рабочие классы, трудящиеся начнут бороться, они эти задачи решат. Все эти задачи, так сказать, что касается науки, вот Клим Александрович Жуков. Обращайтесь. Александр Владимирович Золотов. Все это написали, расписали. Все аккуратно. Так что, почему? Все цифры назвали, поэтому читайте. А читать ее можно и заказывать в неограниченном количестве. Вот тут в конце написано, как надо заказывать. Если вам нужно заказать, допустим. Ну, это каждый может посмотреть в частном порядке. Посмотрите, да. На сайте издательства Питер данная книжка представлена. Нужно набрать в электронном устройстве издательства Питер. Там будет поиск книжек. Она там есть. Сайт www.piter.piter.com Можно по электронной почте books собака piter.com Можно по телефону. Все ссылки будут под роликом. 73, 73, 74. Ну, я думаю, что и опершоп тоже можно заказывать. Так точно. Опять же, все ссылки под роликом. Ну, это как известно, практика критерий истинный. А у нас в этой книжке практическая рекомендация сместить Дмитрий Анатольевича Медведева с поста премьера была неукоснительно выполнена. Поэтому как минимум в первом шаге эта книга свою практическую ценность уже доказала. Да. Что говорит о том, что это очень хорошо. Ну, и вот даже тут два раза написано. Еще и на странице 212 написано. Тогда, наверное, Медведева свалят в кавычках. Уж больно много на нем всяких гадостей. И отсутствие экономического роста, и падение доходов населения, и антинародная пенсионная реформа. После четырехдневки будет самое время сделать премьером кого-нибудь без шлейфа. Страница 212. Без шлейфа. Так что у нас теперь премьер без шлейфа. Какая его золото. Фотография хорошая. Хорошая. Он молодой. Я видел его, да. Да. Ну, что. Прислушивайтесь, товарищи. За книжкой обращайтесь в обозначенное издательство. Все ссылки под роликом. Михаил Васильевич, спасибо огромное. Вам спасибо, Канин Александрович. Будем стараться. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok